Друзья, день добрый еще раз. Кто знает, что такое воронка? Маленькая ворона, да? То есть есть большая такая, есть поменьше. Я сегодня буду говорить про очень простые вещи с точки зрения продаж. И от этого простые вещи работающие. Если вы знаете, пользуетесь, а я буду вас спрашивать периодически, знаете вы и пользуетесь инструментами достаточно простыми продаж и метрик, вы мне возвращаете обратную связь. Итак, сегодня мы поговорим про воронку продаж и про петлю лояльности. Про воронку продаж вроде все понятно, все видели, пользуются. Мы посмотрим, как это работает, может работать и пара подводных камней. А про петлю лояльности, наверное, не очень понятно, но я расскажу. Там тоже большой тайны нет. Итак, стартуем. Знаете ли вы способы, каким образом можно увеличить продажи? Ну, можно просто с места, да, давайте. Две воронки продаж. Логично, они обе вырастут. Так. То есть, прям два способа. Первое, мы расширяем воронку саму за счет… Да. Точно, расширяем воронку, больше наливаем в нее и над конверсией работаем внутри. Все примерно понятно. Ну, на самом деле, давайте не будем мучиться долго. Есть три направления, в которые можно смотреть, когда мы увеличиваем продажи. Мы их примерно назвали. Первое – это увеличить вход в воронку. То есть, у вас поступало 20 лидов в день, вы маркетингом работаете активнее, рекламные материалы размещаете разные, реклама, маркетинг, пиар, много-много всего. И у вас получается не 20, а 40. И вы увеличили вход в воронку. При тех же самых данных, при той же конверсии в этой воронке, вы получаете в два раза больше. Очень простая математика. Есть нюанс. Не каждый в своем бизнесе может увеличить в какое-то количество раз, в два, на 30% входящий поток. Первое – это может быть связано с тем, что сегмент, в котором вы работаете, достаточно узкий. Вы его примерно понимаете. И вот у вас есть, например, в Петербурге 500 компаний. Вы их знаете поименно. Есть у кого-нибудь такое, да? Кто в узкой нише? Вы их знаете… Да, спасибо большое. Вы их знаете поименно. И увеличить количество входящих обращений можно только, если вы в соседний сегмент пойдете. Это отдельный бизнес, отдельная воронка, бизнес и процессы. И второй момент – привлечение клиентов становится все дороже. Вы заметили, да? Три года назад клиент, которого вы покупали на вход, был дешевле, чем сейчас это происходит. Мы это видим у себя очень четко. Мы видим, кстати, это даже в Bittrex24 на разных рынках. То есть если мы смотрим на привлечение клиента на американском рынке по CRM, например, это совершенно другая стоимость, чем привлечение клиента по CRM на русском рынке. На российском, на украинском, на казахстанском. Разное. Второй способ. Мы больше продаем существующим клиентам. То есть клиент в среднем чеке покупал у нас на 10 тысяч рублей в месяц. Мы делаем какое-то количество действий, продаем ему продукт, который подороже, или продаем ему два продукта, соседний продукт какой-то, и получаем с текущих продаж просто больше денег, объем. И третий способ. Продавать дороже. Мы говорим, теперь это стоит не тысячу рублей, а тысячу двести. Нормальный ход. Все говорят, что в кризис так нельзя делать. Вопрос спорный. Кто, кстати, за последний год повышал цены? А теперь оставьте руки те, кому это не понравилось. У нас есть одна рука. То есть рук 30-40 примерно было вверх, что за последний год мы увеличили цены. И в одном из случаев что не пошло? Продажи упали, да? Вот, в одном случае из всех остальных, то есть это не панацея. Мы, кстати, регулярно рекомендуем повышать все-таки цены, может быть, не принципиально, но вот этот психологический барьер повысить цену, он во многом сидит у вас в голове. Но опять же, это не прямая рекомендация. Есть кейсы, когда увеличивая стоимость своей услуги, вы теряете и клиентов, и всех остальных. Я не про государство. Я не знаю, к счастью или к сожалению, я про экономику и про коммерческое использование. То есть мы, как коммерческая компания, рассматриваем вариант повышения цены. Он может сработать, да, сработать, нет, но тем не менее это нормальное экономическое решение. Поднять цены или не поднять. Окей, три варианта. Значит, первое еще раз, расширить воронку. Второе, продавать больше тем же существующим клиентам. И третье, получать больше с каждого клиента за счет увеличения цены. Кто знает, что это за страшная аббревиатура? LTV. Я сегодня буду пугать вас немножко трехбуквенными словами на английском языке, но не страшно. LTV это lifetime value. То есть какое количество денег вы получаете с клиента за весь период, когда он с вами. Сколько он вам отдает в течение своей жизни, когда он покупает у вас продукты. Я видел поднятые руки. Кто считает? Кто знает показатели? Рук меньше. Значит, почему важно считать LTV? Потому что стоимость привлечения клиента все больше и больше. Она растет и растет. И стоимость привлечения клиента может быть выше, чем маржа с первой покупки. Условно, есть на рынке две компании. Услуга у них стоит примерно одинаково, тысяча рублей. И они с нее получают 100 рублей маржи. Первая компания рассчитывает только на первую продажу. И она знает, что максимум, который она может потратить на привлечение клиента, это 90 рублей. Больше, но вроде смысла нет никакого. Зачем переливать одно и то же, перегонять процессы и деньги. Значит, хотя бы 10 рублей заработает. А вторые говорят, что клиент, приходя к нам, покупает не один раз, а три. И мы это точно знаем. И оставляет он нам не 100 рублей, а 300 маржи. Поэтому 150 я могу потратить на него. А 200 могу? Можно. Можно потратить даже 100%. Здесь я рекомендую как про рекламу с юристами посоветоваться, так про эту экономику с экономистами. Потому что он вам может отдать деньги в течение трех лет. Они немножко обесценятся. И вот там есть нюансы. То есть прям 100% полностью интересный, рисковый шаг. Если вы растете, если ваша задача захват доли рынка, например. Вы готовы все отдавать полностью и работать в таком формате. Вот каким образом работает знание показателя, сколько денег ЛТВ клиент за все время работы с вами отдает вам. Движемся немножко дальше. Как можно считать ЛТВ? Ну, самый простой способ считать ЛТВ. В общем, по всей компании. Вы знаете в среднем частоту покупок, понимаете, какое количество денег отдает вам клиент. В среднем. И из этого показатель рассчитываете. Но все знают, что у вас есть разные сегменты. Я руки просить поднимать не буду. У каждого в бизнесе есть разные сегменты. Есть клиенты, которые любят подороже. Есть клиенты, которые любят подешевле. Есть те, которые остаются с вами лояльны постоянно. Есть те, которые бегают постоянно между вами и конкурентами. Есть те, кому нужен прям супер уровень сервиса. А у вас его нет, например. Они приходят к вам, один раз покупают и отваливаются. Поэтому есть такой термин «когорты». Можно считать по когортам тот же самый показатель. Когорты могут быть, исходя из различных типологий клиентов. Вот как я сейчас назвал. Те, кто любит подешевле, подороже. РФМ иногда это называют. В эту сторону сейчас не пойдем. Но разные-разные срезы. Есть когорты, например, по месяцам. Январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Таким образом можно считать рекламные акции. Вы запустили рекламную акцию, к вам в январе пришли все эти люди. И вы считаете эту когорту дальше. Таким образом можно планировать, как работает, сколько ЛТВ у каждого клиента, если вы привели его из определенного канала, если он соответствует определенным показателям, ну и, соответственно, тратить на них деньги таким образом. Так, отлично. Еще добавлю немножко. Значит, счастье наступает в том случае, если первые три буквы больше вторых трех букв. Значит, что означает первые три буквы? Вот это вот CAC. Это Customer Acquisition Cost. Это стоимость привлечения клиента. То есть, если вы получили клиента за 100 рублей, он за весь срок жизни отдал вам 70 рублей, то ваша бизнес-модель в минусе. И как только вы начинаете ее масштабировать, минус у вас растет. Если вы привлекли клиента за 100 рублей, а за все время жизни он отдал вам 200, отлично, такая бизнес-модель работает. Все предельно просто, хотя буквы странные. Идем дальше. Как же посчитать стоимость привлечения клиента? Базовые совершенно вещи, я думаю, вы их примерно все знаете. Нужно сложить все расходы на привлечение клиента из определенного канала. Стоимость на рекламу, на обработку, на менеджмент можете заложить. Ну и суммировав все эти показатели, вы понимаете стоимость привлечения клиента. Волшебный вопрос. Кто знает, сколько стоит ему каждый клиент? Друзья, спасибо за честность. Это космически маленькое количество рук. Ну то есть сейчас очень важно знать, сколько ты потратишь на привлечение одного клиента, для того, чтобы бизнес-модель в принципе была устойчива, чтобы ты мог планировать. Можно в директ рекламу закинуть вот такой-то бюджет. То есть если клиент стоит мне вот столько, я имею право потратить на него. То есть какая вилка? Могу я потратить 100 рублей, 1000 рублей на его привлечение? Сколько он мне стоит? И в дальнейшем мы эту цифру должны всегда держать в голове. Еще одно страшное слово, это чернрейт, а в простонародье это отвалы. Есть постоянная статистика, у разных бизнесов она разная. Середина это где-то 20%, когда 20% вашей клиентской базы отваливаются. Совершенно по разным причинам, но это регулярно. Если у вас есть тысячи клиентов, и вы новых не привлекаете, то каждый раз у вас будет отваливаться какое-то количество клиентов. В среднем там 20, вы можете смотреть, какое количество отваливается у вас. Поэтому нужно работать на сохранение этой базы, нужно естественно работать на привлечение. Вот сохранение, это вторая часть. У меня есть последняя строчка, там написано, что снизив отток базы на 5%, вы можете в марже или в вале выиграть на существенно большую цифру, от 50 до 150%. Кто верит, что если вы снизите отток на 10%, то на 60% в год можете вырасти? Спасибо за критичность, я ждал, поэтому сделал слайд. Значит, почему 10% экономии могут дать вам 60% прибыли? Например, у вас есть клиенты, которые регулярно с вами, которые отдают регулярно к вам деньги, и вот те клиенты, которые постоянно вам платят, они вносят в общей доле 50% ваших продаж. То есть они вам постоянно платят, регулярно отдают вам деньги, и это половина того, что вы зарабатываете. Так вот, если вы на 10% сокращаете отток вот этих основных клиентов, которые постоянно с вами, значит вы на 5% ежемесячно не теряете денег, то есть зарабатываете. 5 на 12, 60. Сошлось вроде. Да, очень простой пример. Значит, акцентирую еще раз на это внимание. Работая с оттоком, уменьшая количество оттока из вашей базы, вы непропорционально увеличиваете прибыль, а кратно, скорее всего. Чаще всего это так. Поэтому очень рекомендую работать с оттоком. Знать тот самый чернрейт, уж не буду спрашивать, знаете ли вы сейчас. Его очень сильно считают сервисы, которые на привлечение и вот на этой экономике играют постоянно и за счет этого строят, в принципе, бизнес-модель. И его рекомендуется знать всем остальным. Тактики повторных продаж. Что можно сделать? Я думаю, что это инструментарий, и вы с этим примерно работаете. Я надеюсь, что вы работаете с email-маркетингом. Это инструмент, который уже несколько раз говорили, что его хоронят так, говорят друзья, что email-маркетинг в России, например, больше не работает. Сначала была волна спама, потом спам сошел. Но тем не менее, когда мы на конференциях или в куларах разговариваем с собственниками бизнеса, или с маркетологами, или с директорами по продажам, то немногие говорят, что они эффективно используют инструмент email-маркетинга. Эффективно это значит не то, что мы делаем рассылку про свои новости, или по всей базе регулярно делаем рассылку, друзья, у нас сезонная распродажа. Вот, пожалуйста, вам письмо. Это значит, что мы сегментируем клиентов. Вы сегодня в ролике на презентации Bittrex24 видели сегментацию клиентов, персонализация, отправка им персонализированных предложений. Это видеоролик из административной части один из Bittrex управления сайтом. Мы там работаем с рассылками, и там есть секреты как триггерных рассылок. Знаете, что такое триггерные рассылки? По событию. Я зашел на сайт, мне обратно пришло письмо. «Михаил, вы смотрели какой-то товар». Это триггер. Или я оставил корзину, и вы знаете, кто я такой. И мне обратно приходит письмо. «Вы забыли такую корзину». Про корзины очень рабочий инструмент. Тоже всегда рекомендую сильно. Значит, с e-mail примерно понятно. Следующая история – ремаркетинг. Кто использует ремаркетинг у себя? Ух, тоже очень немного. Это предельно простой в механике инструмент. Что дает ремаркетинг? Он по рекламным сетям, по социальным сетям, по рекламным сетям запускает, догоняет вас объявление. Вы все это видели. Вы зашли на сайт детских игрушек, например, и потом у вас везде в рекламе детские игрушки торчат. Ретаргетинг? Я прощу прощения. У меня, кстати, коллеги придумали лайфхак. Когда ты заходишь, и тебя начинают догонять объявления, например, про автомобильные шины зимой, ты их купил уже, и они тебе глаз мозолят сил, больше нет. Коллега украинский, он говорит, я все придумал, я после этого захожу на сайт женского белья. Провожу там 15 минут, и после этого совершенно нормально я путешествую по любому интернету, меня догоняют приятные картинки. У каждого картинки могут быть свои, кому что нравится смотреть, можно на сайт цветов зайти, можно что-нибудь такое приятное глазу себе выбрать, но тем не менее можно с этим поработать. С ретаргетингом работают у нас роботы в Bittrex24. То есть это такие автоматические команды, которые умеют направлять вот тот самый ретаргетинг на пользователя, если он что-то сделал. Например, он попал к вам в воронку, и автоматически его догоняет нужная реклама. Он купил у вас продукт, и его догоняет соседняя реклама. Купи еще один продукт. То есть с этим можно играться, и это очень просто по механике делается. Я ролик докручивать до конца не буду. Это вот настройка роботов. В два клика, в четыре клика, в восемь клика, все это достаточно просто делается. Есть большое исследование, которое в том числе захватывает и российский рынок, оно и для европейского, и, по-моему, американский рынок в том числе туда включен, по возврату или по конверсии возвращенных к вам пользователей. Если пользователь приходит к вам в первый раз, то его конверсия на сайтах смотрели 1%. Если это пользователь, который вернулся к вам на ваш сайт, то вы его вернули, например, тем же сам ретаргетингом, то эта конверсия 4,6% уже из этой аудитории. Мы как город уже строим. И последнее, лояльные посетители, которые постоянно с вами, адвокаты бренда или просто лояльная аудитория к вам, она конвертируется лучше всего в 8%. Поэтому имеет смысл работать, конечно, в основном и привлекать на свой сайт в основном тот трафик, который лучше конвертируется. Те пользователи, которые знают про вас. Ну и тактики повторных продаж. Это программа лояльности. Вот для примера здесь указано. Я хочу акцентироваться, что программа лояльности — это не про скидки. Помните, несколько лет назад многие крупные ритейлеры применяли у себя дисконтные карточки на бонусные карточки. Да? Как это круто заработало. Сейчас в голове есть пара примеров сетей, которые работают с бонусными карточками. Это не скидка. То есть я не просто делюсь маржой, а я стимулирую человека совершить следующую покупку. Да, это может быть на 10-30% дешевле, но это не единственная покупка. То есть в марже я точно получаю больше, потому что не одна покупка, а следующая. И это постоянные триггеры, те самые, я там зашел в магазин, купил что-нибудь, мне говорят, у вас активные бонусы, потратьте их в течение следующих недель, там две недели, одна неделя. У вас осталось три дня, зайдите к нам, потратьте их. Сегментация пользователей, персональное предложение, вот вы купили у нас что-то, сделайте дальше. Ну и, конечно, автоматизация работы. Нельзя сделать вот такие персональные предложения руками. Должна быть автоматизированная система, которая за вас такую сегментацию проводит. Ну, чем же CRM может фактически помочь в продажах? Понятно, что ответ может, там способов есть. Давайте я тоже маленький вопрос задам вам. У кого есть рабочие CRM? Кто работает в CRM? Спасибо большое. Я не удивлюсь, потому что практически все подняли руки, работали ли вы в Bitrix24. Видимо, CRM в том числе является одной из частей того, с чем вы взаимодействуете в сервисе. Пара буквально рекомендаций. Конечно, у вас есть информация про клиента. Понятно, что вы знаете про него существенно больше, это не холодный звонок. То есть работать нужно с тем, работать с клиентом нужно не как с первым клиентом, не как со свежей заявкой. Конечно, эффективнее, если вы про него что-нибудь знаете. Вы знаете, что он вам писал в чат, знаете, какое письмо от него пришло, знаете, сколько он у вас покупал, какие покупки он у вас совершал. А если он звонит вам, а у вас последнее событие, например, что клиент ругался, что доставка у него задерживается на две недели, то менеджер, наверное, по-другому с ним как-то разговаривать будет. Не у нас есть суперновинка, давайте посмотрим на новое предложение. А там, здравствуйте, мы вашу ситуацию понимаем. И вот, что мы сейчас делаем для того, чтобы вы были довольны. Все эти коммуникации собираются в одном месте в CRM, и, конечно, вам проще с этим работать. Понятно, что CRM мобильная история, и вы, конечно же, из разных точек можете доступ к этим данным получать. Я, наверное, детальку рассказывать здесь не будем. Ну и, конечно, регулярные продажи. Когда вы, помните, способы смотрели, мы увеличиваем вход в воронку, больше продаем своим клиентам, то есть чаще продаем не один товар, а несколько. Я сейчас покажу пару механик, которые не исключительно для CRM свойственны, а, в принципе, свойственны для увеличения продаж, и как они в CRM отрабатывают. Например, это Upsell. Кейс вот сейчас будет не из CRM. Что такое Upsell? Повышение продажи. Я хочу купить телевизор за 10 тысяч рублей, а в итоге покупаю за 12. Меня повысили в чеке. То есть мне продали телевизор, который подороже, но, наверное, получше за чем-нибудь. У нас внутри сервиса один из Bittrex управления сайтом работает Big Data. Такой огромный проект, который собирает большое количество данных с магазинов в Рунете, обсчитывает миллионы посетителей и пользователей, которые в Рунете находятся, и понимает их интересы, и может сделать им персонализированное предложение. Это вот та ситуация, когда маркетолог сам никогда не предложит девушке красному пальто зеленую сумку. А система может предложить, потому что она несколько таких кейсов видела уже. И система догадывается лучше. Она персонализирует это, во-первых, правильнее на основе статистики, во-вторых, автоматически. Естественно, система делает это не только на сайте. Она может подсказывать менеджеру при обработке заказа. То есть когда я подтверждаю заказ, например, мне система подсказывает, продай этому человеку еще вот это, вот это. Наверное, это ему понравится. Такие рекомендации для повышения среднего чека прямо на обработке заказа. Для бизнесов, которые продают массово, например, когда вы продаете 100 единиц товара в день, это не очень подходит. Когда у вас более-менее персонализированные покупки, например, с существенным средним чеком, я могу обработать такой заказ, будучи оператором, с большей пользой и повысить чек прямо там. Система подскажет, как мне это сделать. Еще одна история — это cross-sell. Cross-sell — это когда мы продаем что-то еще. Самый классический пример — это принтер, и к нему нужны картриджи. Ну, все что угодно. Я думаю, что у вас в бизнесе каждый знает услугу, которая нужна следующей. Есть же такая услуга. Если нет такой услуги, вдруг придумайте. Услуга, товар, все что угодно. Когда человек может купить у вас не только какой-то один товар, а один, и второй, и третий, например, чтобы вы имели возможность продать ему что-то еще, чтобы менеджер мог предложить ему что-то еще, и в этом было счастье. Вот он — cross-sell. Очень частая ситуация в бизнесе, которая чуть-чуть покрупнее, когда у вас продажей занимаются разные менеджеры или даже разные отделы. Например, технику продает один отдел, а сопутствующие сервисы к нему, обслуживание, например, другой отдел. Есть такое? У некоторых есть двухтактный отдел и продаж, когда есть первое привлечение, холодное, потом обработка, а на обслуживание, или трехтактное даже, на обслуживание мы передаем в соседний отдел. Вот этот момент передачи, он очень болезненный для компании, потому что коммуникация очень часто нарушена, и моя задача как менеджера, мой KPI — сделать продажу. У меня чаще всего нет KPI, отдать моему соседу-менеджеру еще один заказ. Либо вы включаете это в мой KPI и делитесь со мной частью прибыли, либо вы должны обеспечить очень четкий процесс. Четкий процесс обеспечивается CRM. Вот здесь есть маленький ролик, он крутился, пока я тут разговаривал. В ролике показан бизнес-процесс, когда мы просим систему делать следующие действия. Одно из самых простых действий, про которые я сейчас рассказывал, отдавать соседнему менеджеру этого клиента с комментарием «Продай ему, пожалуйста, через месяц второй картридж». Или «Продай ему, пожалуйста, обслуживание нашей системы, мы только что продали ему саму систему». И вот таких услуг может быть много. Вы не делитесь маржой, это происходит автоматически, об этом не забывается, это в систему, в бизнес-процесс встроено, поэтому дает очень хороший эффект. Теперь давайте про воронку продаж. Все примерно понятно. Я, опять же, в детальки вдаваться не буду. Вы, все пользователи Bitrix24, работаете с этим. Немножко про петлю лояльности. Что такое петля лояльности, что я имею в виду под этим? Причем пользователи, покупая наши товары или услуги, идут чаще всего по одной и той же цепочке. Если они не очень знают наш бренд, они не приверженцы нашего бренда и не покупают только у нас всегда, они выходят на рынок, например, им нужно купить стиральную машину. Я иду в интернет и смотрю, какие стиральные машины есть. Я смотрю по брендам, например. Индезит хороший бренд, почитал отзывы. А Канди? Здорово, да. А Вирпул? А что-то еще? И посмотрел на все бренды. Мне что-то понравилось. Я в этом сегменте продолжаю искать дальше. Я нашел бренд, я нашел товар и потом что-то покупаю. После того, как я купил, у меня есть опыт. Я купил стиральную машину, она мне, допустим, нравится. Это здорово. У меня есть такой положительный опыт. И после этого стиральная машина не очень крутой пример, потому что покупка циклическая, но срок очень длинный. Но если у вас цикл покороче, идет следующая продажа. После опыта использования. Значит, когда идет следующая продажа, то чаще всего, если я не влюблен в свою стиральную машину, как она здорово работала, я иду на рынок и снова смотрю. Изменилось же что-то там. Пять лет она у меня отработала, например. Должно же поменяться что-нибудь. Я пошел на рынок смотреть. Какие бренды есть, какие теперь молодцы, какие нет. Что делает брендинг? Брендинг заставляет пользователя пропускать первый шаг. То есть он не идет на рынок, чтобы смотреть, какие бренды существуют. Я знаю, что, допустим, фотоаппарат, хотел сказать кодек, но понял, что сильно промахнулся со временем. Canon, например, классный. Он меня всем устраивает. И у меня есть два объектива к нему. Все, я попал. Это другая история, но тоже красивая. Я пошел покупать фотоаппарат Canon заново. Что делает CRM? Она может в нужный момент пропустить фактически все этапы. То есть она знает, когда следующая покупка. Есть ли у вас циклические покупки? Знаете ли вы, когда пользователю нужно будет в следующий раз вашу услугу? Кто знает? Да, я надеюсь, что все остальные, просто я часто прошу поднимать руки, все остальные устали поднимать руки, но все знают примерно, что через примерно полтора года, через два месяца, через семь дней пользователю нужно будет что-то еще от меня. И вот роботами, задачами, какими-то планированиями вы можете совершенно спокойно вот эту петлю лояльности сократить. Оставить пользователя у себя, и он пропускает циклы выхода на рынок. Что здесь такое творится? Какой бренд молодец? Какие есть у вас на рынке у разных брендов модели? Что же мне нужно купить? Или услуги какие разные? Он сразу же попадает к вам обратно. Если он лояльный, все прям здорово и красиво. Если он не лояльный, вы с ним работаете, оставляете. И тоже история примерно понятная. Мне кажется, что я уложился в тайминг. Успешно, да. И оставил время на пару вопросов. Если они есть, я готов ответить. Есть вопрос. Сейчас мы с микрофонами все придумаем. Просьба также представиться сразу. Здравствуйте. Меня зовут Николай Першин. Компания «Кунжут». Печатаем на ткани. Скажите, пожалуйста, а можно вас, вашу компанию, ваших специалистов пригласить к себе для настройки отдела продаж как раз по всем вопросам, которые вы озвучили? Спасибо большое за вопрос. Мы разрабатываем саму платформу. Компания «Один из Битрикс». Мы не участвуем во внедрениях. К счастью или к сожалению, вот такая бизнес-модель. Все внедрения осуществляют наши партнеры. И они действительно приходят в компанию, анализируют бизнес-процессы и могут помочь и с консалтингом, и с технической частью. Партнеров можно найти сегодня в демо-зоне. У нас вот там, где написано «Узнай больше про Битрикс24». Там стоят партнеры в фирменных футболках. К ним можно подойти и такой вопрос задать. Они с удовольствием вас проконсультируют. Продал, Миша, себя продал. Нет, я не себя. Я партнеров. Я же себя нет. Нет, видишь, продал себя. Уже люди хотят тебе идти за консалтингом. Я не настоящий консультант. У меня не совсем вопрос. Меня зовут Шелякин Антон. Студия веб-разработки FlyDev. Мы являемся официальными партнерами Битрикс24. Вот продажа. И мы готовы вам помочь в вашем… Вот зачем ходить нужно на мероприятии. Я не настоящий консультант на продажу. Я вижу сразу. Еще вопросы? Есть? Вот там есть вопрос. Как стать вашим партнером? История предельно простая. У нас есть не очень большой список требований к компаниям, которые хотят внедрять Битрикс. Мы просим знать продукт, покупать его не для себя, а для кого-то и просим пройти несколько тестов. Это предельно простая история. На сайте по шагам описания. У нас сегодня с 16 до 17, если память не изменяет, мне будет сотрудник партнерского отдела, девушка Алина Архитюк, к которой можно будет подойти и поговорить по этому вопросу. Здесь вопрос. Да. Добрый день. Меня зовут Федор, компания Fast Production. У меня вопрос по LTV. Каким образом, если есть такая практика у вас лично, каким образом вы осуществляли выборку для расчета этого показателя? Потому что если клиенты новые, соответственно, они по идее, только пришедшие, по ним срок жизни рассчитывать еще нельзя, каким образом происходит такая методология? Да, спасибо большое. Конечно, когда у вас нет накопленной базы продаж, например, то вам тяжело посчитать срок жизни клиента. И вы считаете его на тот момент, насколько у вас есть данных, насколько хватает. То есть, допустим, есть у вас статистика по продажам на полгода, и вы считаете, что полгода – это тот срок жизни, который клиент у вас пока есть. Как только вы дорастете до двух лет, вы сможете дальше считать. А кого туда включать? То есть, ну, как у меня есть… Пять лет мы существуем на рынке, пять лет мы, допустим, существуем на рынке. Кто должен попадать в эту выборку для расчета? То есть, у меня есть клиенты, которые давно существуют, есть клиенты, которые пришли месяц назад. Каким образом делать? Да, спасибо за вопрос. Значит, срезы могут быть совершенно разными. Самый простой – посчитать среднее, но он не всегда эффективный. Значит, дальше нужно смотреть по критериям, насколько они друг от друга у вас отличаются. Если, допустим, средние чеки у них очень разные, то логично их разнести. Если частота покупок у них очень разная, то логично их разнести. Если посмотреть, поиграться с ними по таким параметрам, какого-то универсального инструмента не смогу назвать. Можно посмотреть на RFM-метод, recently-frequency, и он дает ответы или, по крайней мере, гипотезы, которые можно проверить. Спасибо. Еще есть вопросы? Меня зовут Вячеслав. Скажите, как применительно к вашему рынку вы сегментируете клиентов и какие примерные показатели продолжительности жизни в зависимости от продуктов, которые они используют? Да, спасибо за вопрос. Мы пробили их 24. Глаз сразу, да? Да. Значит, я не раскрою, конечно, все, я подход раскрою. Мы считаем у себя когортный анализ, мы смотрим когорты по месяцу и учитываем маркетинговую активность в них. Ты, может, расскажешь, ты услышишь такой когортный анализ? Да. Я про когорты немножко говорил. А то начал выражаться тут. Я прошу прощения, я сегодня гадкие слова трехбуквенные на слайдах пишу. Вроде как все расшифровываю. Значит, когорта – это сегмент клиентов. У нас когорта по месяцу. Например, регистрация в сервисе Bitrix24 в январе, в феврале, в марте, да. И мы смотрим, допустим, март 2015 года, и вот он идет, 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 идет у нас эта когорта, и мы отслеживаем, что с ней происходит. Смотрим внутри нее цикл жизни клиента, сколько из них, ну, и там дальше разные показатели. Мы не только ЛТВ считаем, мы смотрим и активность клиента, и сколько денег он приносит. Есть у нас же бесплатный тарифный план, допустим. Там клиент ничего не покупает у нас, но делает какие-то действия, и мы смотрим зависимости. Так, два последних вопроса. Здравствуйте. Меня зовут Сергей Яценко. У меня следующий вопрос. Как вы считаете правильным рассчитывать ЛТВ и CAC черн-рейт для каждой аудитории и для каждой клиентской группы, либо рассчитывать общие ЛТВ, CAC и черн-рейт, объединять и измерять уже среднее значение? Как более правильно, по вашему мнению? Правильнее сегментировать и считать отдельно. То есть если у вас есть возможность выделить клиентов, они не одинаковые, вот как я отвечал на предыдущий вопрос, что если они у вас отличаются, то логично их сегментировать. Так вы получите более детальную статистику и сможете оперировать более предметными цифрами. Меня зовут Роман. Странный немножко вопрос. Правильно ли я понимаю, что интерфейс приложений, ваша презентация, это была гиф-анимация и не что иное? Нет, это ролики. Простые ролики. Видеоролики, да. Вставленные в PowerPoint. Вставленные в PowerPoint ролики, все предельно просто. Никаких Америк я сегодня не открывал, прям все предельно просто, но оно работает. И ролики, и инструменты. Спасибо большое, друзья. Вопрос последний от ведущего, можно? Да, конечно. Миша, вот Игорь Ман выступал, да, неоднократно уже говорит о том, какое количество инструментов маркетинга, измерения, всего лояльности есть. Ты тоже говоришь о том, что есть LTV, есть как, если их там совместить будет как LTV. В общем, вопрос, как ты считаешь, почему у огромного, вот когда я спросил про ремаркетинг, ретаркетинг, практически, по-моему, вообще никто не поймет на руку, почему огромное количество инструментов, которые у нас есть, мы до сих пор не внедряем? Почему мы это не используем? Большинство людей. И что нужно? Вот сейчас, скажем, мы здесь себе представим, я малый бизнес, да, я либо первый раз услышал, что такое ремаркетинг, либо вообще не услышал, но пока не знаю даже, как подступиться. С чего, первое, почему? И второе, с чего начать? Вот куда пойти, куда податься, в чем причина и что делать? Да, хорошо. Кто виноват и что делать? В общем, классический вопрос. Говорят, что в вопросе, кто виноват и что делать, можно ответить только на одну часть вопроса. Нужно выбрать какую. Я за то, чтобы отвечать на вторую. Значит, ответить за всех, почему так происходит, ну, то есть у меня есть гипотеза, я, наверное, готов ее озвучить. Задайте себе вопрос, есть ли у вас задачи, которые вы не решаете? У кого есть задачи, к которым вы не подходите? Вот вы почему это делаете? Вот примерно поэтому мы не пробуем. Почему-то мы боимся пробовать. То есть мы боимся ошибок. Мы у себя внутри, внутри Bittrex 24, внутри компании 1SBittrex, говорим о том, что мы много экспериментируем. Вообще в маркетинге мы много экспериментируем. И не все эксперименты удачные. Там вот условно мы попробовали одно и понимаем, что оно неэффективно. Это не значит, что через год я не буду пробовать то же самое. Маркетинг – это большое количество ошибок. Продажи в том числе может быть большое количество ошибок. Это первый вопрос. Почему мы к этому не подходим? Я рекомендую подходить. Есть разные методики. Не знаю, про дела съесть лягушку, дробить слонов на стейки и так далее. Разные подходы. Это система. Привыкайте к системе, она полезная. А второе. Возьмите за правило после каждой конференции. Никто же не пришел первый раз на конференцию. Это же не первая ваша конференция. После конференции что-то сделать. Взять две идеи из конференции. Это же конференция Bittrex 24 идея. Две идеи и сделать их. Они могут быть предельно простые. Если я не знаю, как? Я не знаю, что такое ремаркетинг. Как мне его сделать? Если кого-то пугает слово ремаркетинг, вы про клиентскую... Хотел сказать, посчитайте чернрейт. Если вас пугает ремаркетинг, посчитайте чернрейт. Сделайте простые вещи, которые... Иди сам туда же, куда ты меня только что послал. Сделайте те вещи, которые понятны для вас. То есть не все подняли руку, что у них есть CRM. Начните пользоваться CRM. Тут вроде как секретов никаких нет. Мы даем инструмент, он бесплатный. Предельно понятно объясняем, каким образом начать им пользоваться. Посчитайте вашу клиентскую базу. Узнайте отток. Узнать отток. Все же пользуются Excel. Узнать отток можно. Количество клиентов, которые купили у вас в прошлом полугодии. И среди этих клиентов, кто сделал такую же покупку в следующем полугодии. Если у вас цикл полугодий или год, например. Так же можно сделать? Кто делает? Вот, друзья. Все остальные, я вас умоляю. С этого начните. Сделайте какие-то действия после того, как вы услышали кучу инсайдерских волшебных идей. Выберите 2, 3, 5, у кого на сколько хватает запала. И сделайте их после конференции. Круто. Спасибо большое. Давайте Михаилу поаплодируем. Спасибо, друзья.